Добрый день! Сегодня мы рассмотрим первый кубик 2х2 с регулировкой магнитов. Компания Chii, а именно ее сабренд X-Man Design, выпустили 2х2 Flayer. Тут какие-то еще закорючки, но, наверное, просто Flayer. Смотрим на коробочке. Черный пластик, цветной пластик. У нас будет цветной. Код товара XMD005. Все потому, что под этим брендом выпускается не так много товаров, поэтому здесь всего лишь пятый номер. Мы помним X-Man, Bell, пирамидку. Их уже две версии. Megaminx, Square и X-Man Tornado был когда-то кубик 3х3 очень давно. И с тех пор нормальной трешки X-Man так и не выпустил. Но давайте смотреть на кубик 2х2. Здесь мы видим сразу, как выглядят магнитики и сам кубик вместе с боксом. Вот такой бокс. Бокс точно такой же, только белого цвета, как был у Valk 2M. Вот она здесь, Valk 2 поджидает. На дне здесь еще есть, есть, есть коробочка с чем-то. Давайте смотреть, что здесь. Инструкция и одна карточка. Пожалели. Карточка всего лишь одна. Здесь какой-то сосредоточенный человек что-то настраивает. Ну и что-то рассказывается. А что это? Джим Занг. Наверное, так это читается. Кто это их дизайнер? Ну хорошо. Большая инструкция. Два на два. Куб ту туру. Специально для этой двушки. Здесь рекорды. Не знаю, зачем они. Но здесь также система регулировки магнитов нарисована. Ну, к ней мы сейчас вернемся. Освобождаем кубик из бокса. Он размером 51 мм. Массы примерно 65 граммов. И я скажу, что он не особо легкий кубик. Вращается неплохо, но из коробки он мне сильно напомнил Valk 2M. Кто помнит, вряд ли кто помнит, Valk 2 мне не очень понравился. Он слишком тяжелый, вязкий и медленный. И сколько я его не крутил, он мне так и не приглянулся. Я собирать им можно, и у него есть свои сторонники. Возможно, я плохо его настроил. Так вот, флеер из коробочки очень напомнил мне Valk 2M. Я собирал, как обычно, сотню сборок на заводских настроек, и мне это совершенно не понравилось. Решил поиграться с магнитами. И тут мы переходим к системе регулировки. В отличие от 3х3, здесь переключатель только на одном уголке, а именно на бело-красно-зеленом. Но с трех сторон. Здесь, здесь и здесь. И, соответственно, если вы хотите сделать какое-то другое магнитное усилие, нужно одинаково на трех сторонах одного уголка переместить магниты. Что интересно, ногтям у меня этого сделать не получилось. Возможно, они поначалу тугие, эти магнитики. Но мне пришлось использовать отвертку для того, чтобы их передвигать. И какая здесь система? Смотрим поближе. Здесь два магнита, как и на всех двушках. И можно их поднять, а можно опустить. Когда два магнита в нижнем положении, это самое слабое магнитное усилие. Когда поднят один магнит, это среднее. Если поднять два, то это наибольшее магнитное усилие. Я перепробовал все настройки. И достаточно много сборок на каждом состоянии открутил. В итоге я пришел к выводу, что кубик лучше не становится. Более того, из коробки кубик настроен так, что переключатели расположены в нижнем положении. Которое дает нам наименьшее магнитное усилие. А кубик очень сильно контролируемый изначально. В итоге я, перещелкав все, что мог, стал раскручивать винты настройки и ослаблять кубик. В итоге я добился такого состояния, в котором кубик можно вращать. Вернул на наименьшее магнитное усилие и на пару оборотов ослабил винты. В итоге кубик вращается так, как мне удобно. На нем можно хорошо и быстро собирать. Я собираю в районе 5 секунд. Сотка меньше 5, на несколько сотых я на этом кубике ее опять уменьшил. Что неплохо. Собираю смесью Фридриха и Артеги. Применяю то, что выпадает, что удобнее. И вот такие стабильные сборки в районе 5 секунд у меня получаются. Что можно сказать? Кубик хороший. Вернее, его можно настроить так, что он тебе понравится. Изначально из коробки он мне не понравился совершенно. Если вы вдруг его приобретете, это не должно вас пугать. Но система настройки магнитов, мне кажется, не очень удачная. Да, хорошо, что на одном уголке можно переключить магниты. Это гораздо быстрее, чем на трешке. И все будет хорошо. Меня больше баланс магнитов здесь интересует. Если мы вспомним хорошие кубы. Тот же ГАН-251. То вот, он не имеет регулировки магнитов. И магниты на нем чувствуются, ну, наверное, примерно так же, как на расслабленном кубике и с не меньшим магнитным усилием на флеер. Это ГАН-251. Это флеер. Кстати, оба 51 мм размером. Хотя ГАН кажется вот покрупнее. Почему-то. Но магнитное усилие на ГАНе и на флеер примерно одинаковое. Но здесь можно еще дважды это магнитное усилие увеличить. Я понимаю, что мой уровень сборки не такой прям идеальный. Я средне собираю 2х2. И вряд ли буду достигать каких-то там рекордов мировых либо национальных. Я к этому не стремлюсь. Мне вот 4-5 секунд пока достаточно. Возможно, для тех, кто собирает меньше 2-3 секунд стабильно, и нужно более сильная фиксация магнитов. Этот кубик позволяет подобное сделать. Но большинству спидкуберов, особенно для начинающих, это, наверное, будет только во вред. И ни к чему. Сейчас я вот настроил кубик так, что он стал почти такой же, как МС. Причем, МС не тот, который от дизайнера ГАНа, а серия МС от компании Чи. Бюджетка. Без всяких наворотов. Которая является одним из самых удачных кубиков 2х2 за последнее время. И то, мне кажется, что МС сейчас получше, чем флеер вращается. На обоих кубиках по 1000 сборах откручено, и вот МС все-таки мне нравится побольше, чем флеер. Он все-таки тяжеловат как-то. Ну вот, фиксация этих магнитов сильная. Здесь встает вопрос разумности покупки этого кубика. Он стоит где-то 1200 в российских магазинах. А этот в районе 500 или меньше. Я даже не знаю. Дешево. Более чем в два раза дороже. Да, здесь есть система регулировки магнитов, которая большинству не пригодится. Либо его нужно расслаблять еще сильнее, и тогда увеличивать силу магнитов. Быть может, это поможет найти какое-то более удачное состояние. Но сейчас, вот насколько я расслабил кубик, он был более затянут, уголки уже флипаются. В сборках пока нет. А вот рукой достаточно легко. Возможно, стоит его действительно расслабить, тогда увеличить силу магнитов. Но здесь придется с ним возиться, настраивать. То ли дело, взял MS и рад. И просто собираешь его и ни о чем не думаешь. Да, опять же ошибся. Отличный кубик. Все с ним хорошо. Что мне нравится больше? Флэйр или Ган 251. Ган. Что мне нравится больше? ВРМ или Флэйр? ВРМ. Среди всех топовых кубиков, наверное, Флэйр у меня пока ближе к валку, который мне не очень понравился. И я бы его особо никому не советовал. Ну, разве что любителям сильно тугих двушек, которые собирают очень хорошо. Я не из их числа, поэтому рекомендовать не могу. Хотя, молодцы, разрабатывали. Возможно, я чего-то не смог, как-то не так настроил. Если кто-то смог сделать это лучше, напишите в комментарии, я попробую исправить ситуацию. Ну, а в заключении я покажу одну интересную сборку, которая у меня попалась меньше двух секунд. У кого-то наверняка получится быстрее. Давайте я покажу, что это было за скрамбл и как я его решил. А скрамбл на экране. Р, Фштрих, Рштрих, У2, Рштрих, Уштрих, Ф, Р2, Уштрих, Р2, Фштрих. Мы сразу видим, что здесь есть блок желтый или красный и еще один желтый или оранжевый. Понятно, что можно вот с этими желтыми блоками что-то сделать. Но сразу двойным движением их можно поставить рядом и можно просчитать верхний слой. На верхнем слое вот этот белый элемент перейдет вот сюда. Будет здесь вот такой белый разрозненный блок и появятся глаза. Ну, то есть это будет Т-шка, которая решается Ф, Пиф-Паф, Фштрих. Но ее надо будет довернуть У. Поэтому мы движением Р2 доворачиваем здесь сразу У, делаем Т-шку и все. Еще одно У. Вот такая вот нехитрая сборка. Не знаю, кому она будет интересна, но просто мне вот попалось. Меньше двух секунд у меня бывают сборки нечасто. Не такой я быстрый. и сама реакция взять кубик, запустить таймер, остановить таймер между этим кубик собрать. Ну, у меня обычно больше двух секунд занимает. 4-5. Ну, пишите свои результаты в комментариях. Особо строго не судите эту сборку. Надеюсь, у вас получится быстрее. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.